День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Вот последний анекдот, который я услышал, но действительно прямо в тему. Берримор, а что это за войн на болотах? Так это латвийцы получили счета за коммунальные услуги. И действительно, когда люди сейчас открывают эти конверты, я думаю, правление им явно не до смеха. Мы видим, что иногда эти счета или равны пенсии, или даже ее превышают. Ну вот правительство, которое неделю все обсуждает, а помочь ли и как помочь. Вот на ваш взгляд, действительно, это что, какая-то нехватка политической воли? Или как пытается сейчас министр Пелшс нам говорить, что все-таки это ответственность самоуправлений? Премьер сказал о том, что неправильно некоторые самоуправления вообще подготовились к отопительную сезону, ни чем топили, ни так топили. И вот в результате такие вот счета. Как здесь поделить эту ответственность? Где это разделение властей? Конечно, безусловно, мы видим слабость власти, но мы ее наблюдаем много лет. Просто в этот период пандемии и особенно в этот период, конечно, экономического кризиса, общеевропейского и повышения цен на энергоресурсы, безусловно, это стало просто явно видно. Если раньше это была такая вялотекущая болезнь, то сегодня мы видим, что это такой нарыв, безусловно, который никто не лечит демократическими методами, путями и так далее. Никто не хочет признаться, что просто не способен управлять эффективно государством, никто не уходит в отставку, как мы видим, а только наоборот, укрепляют свои позиции, более того, повышаются без зарплаты. Мы знаем, что с этого года у нас кабинет министров повысился без зарплаты, у нас президент страны повысил, ему повышено, не самым, конечно, но ему повышали зарплаты. Но работа тяжелая, работа-то тяжелая, надо понимать это. Тяжкий груз, тяжкий груз, тяжкий груз слушать вой с болот. Да, было бы, конечно, можно было веселиться, но это уже совсем не смешно, безусловно. Вы упомянули министра прекрасного молодого человека, неоднократно, не перестаю упоминать, что очень важная проблема в нашем госуправлении, это процветающий непотизм, это когда у нас на всех важнейших постах пристроены свои, а не лучшие. И в этом и есть корень проблемы. У нас есть какие-то хорошие, послушные мальчики, молодые люди, которые только что получили диплом, их уже назначают главными то вирусологами, то эпидемиологами, то министрами и так далее, всякими главными чиновниками важными. И их задача транслировать. Они не принимают решений, они не делают каких-то жестких заявлений, они не конфликтуют, может быть, да, или дискутируют хотя бы, или каким-то образом решают вопросы спорные внутри правительства. Что у нас случилось с энергоресурсами? Закупки самоуправления договора, я прошу прощения, заключили невыгодные, заключили невыгодные. Единственное самоуправление, которое объявило о том, что им удалось достичь очень хорошего соглашения, это был город Даугахпиллс, да, и мэр Даугахпиллс об этом заявил. Что мешало остальным сделать то же самое? Вы меня извините, но заявление министра Пейши по поводу того, что у нас неправильное использование энергоресурсов, это все тема по поводу зеленой энергии. Я понимаю, к чему он клонит. Это европейские фонды, это новый тренд, да, на который выделяются огромные деньги. 750 миллионов только Латвия получит на этот зеленый курс, да. Они уже мечтают, как они их распределят. И уже есть, естественно, безусловно, проекты. Они же за защиту среды окружающей, между прочим. Будет масса компаний, которые либо уже существуют, либо будут созданы специально для этого, да, которые будут успешно участвовать в закупках или так называемых конкурсах, да, и будут их выигрывать, и будут эти деньги распределять. Отсюда ноги растут про все эти истории о том, что нам газ невыгоден, да. Но нам выгоднее, конечно, лес рубить и использовать эти энергоресурсы, да. Конечно, повышение этих цен, оно было... Это не новость, да, то есть его можно было ожидать и прогнозировать. Более того, когда принимали бюджет, предупреждали экономисты, причем не просто экономисты со стороны, которые комментировали, а экономисты в рабочих группах и в Министерстве финансов, что инфляция может достигнуть 35%. И об этом, кстати говоря, представители правительства заявляли официально. Ну, господа, ну надо было, наверное, принять какие-то меры по защите. С электроэнергией даже и то ничего не получилось, да. Пытались отменить ПВН, пытались вот это наше... Единственное, чего мы достигли за 30 лет, придумали очередную так называемую «Нокию» в кавычках ОИК, да. Значит, эту компоненту мы просто за воздух доплачиваем, чтобы какие-то бизнесмены зарабатывали на этом воздухе деньги, да. И, соответственно, у нас этот тариф, он у нас высокий самый в Европе, он у нас был выше, а теперь у нас просто фантастический на электроэнергию. Они немножко, конечно, ОИК понизили. Пример Польши. На энергоресурсы на 6 месяцев отменен ПВН. Не отменен, извините, был 23, сейчас 108%. Ну, сокращен, да. Да, да. То есть значительное уменьшение на газ, на электричество и так далее. Более того, деньги-то есть. Европа выделила деньги как раз, чтобы бороться с этой ситуацией. Ну, а деньги-то уже распределены, да, так сказать, не на эту ситуацию. Они были распределены заранее, они как бы не были рассчитаны на это. Да. Только можно сокрушаться, что я могу сказать. Да. Вот интересно, так, справедливости ради, заметим, здесь Давичи выступал, поскольку мы подводим итоги недели, Давичи выступал к генеральному прокурору и сказал, что вот по его информации, ну, видимо, он обладает информацией, уже скоро полиция начнет предъявить обвинение, и прокуратура попросит предъявить обвинение трем должностным лицам в связи с закупками, или точнее, не закупками вакцин, которые в 2020 году еще были. Ну, неужели вдруг у нас найдут виновных? Главное бы передать это вообще в суд. Тоже надо читать подтекст, да, что наконец-то будут подготовлены материалы, которые в состоянии будут прокуроры предъявить обвинение, и вообще это дело дойдет до суда в итоге. Смотрите, у нас что не история с мерами по безопасности и защитой от пандемии, то какой-нибудь коррупционный скандал, да. Маски в закупка первая же, да, закончилась скандалом, теперь с вакцинами опять скандал, опять уголовные дела. Ну, я хочу сказать, Латвия маленькая страна. Ну, мы понимаем, что через там пять рукопожатий, шесть рукопожатий все друг друга знают, но мы совершенно очевидно понимаем, что все эти лица, которые даже потом связаны с этими скандалами, они, безусловно, все это делают по сговору. Ну, в конце концов, ну, когда-нибудь уже и наша генеральная прокуратура осмелится, которая вообще тоже должна быть полностью независима от этих всех процессов, осмелится вообще об этом как-то открыто заявить или принять какие-то меры, вычистить, может быть, уже эти ряды, погнать уже поганой метлой, да, тех, кто сидят в этих департаментах и организовывают вот эти так называемые схемы по выигрыванию конкурсов, по закупкам этим и так далее, и по распределению в итоге денег, естественно. Да, вот по поводу департаментов и тех, кто сидит, иногда вот просто диву даешься, вот слушаешь какие-то заявления, вот, к примеру, мэр Риги, господин Стакис. Вот он сделал открытие, что, оказывается, Рига дойная корова Латвии, никто-то не знал об этом, да, и вот он сказал, что оказывается, что караул грабит Рижан, и фактически минимум 160 миллионов раз, и Рига не досчиталась, то есть фактически Рижане финансируют всю Латвию, а им в результате дают вот ошметки с барского стола. Но вот теперь такое озарение господина Стакиса посетила, но если мне память не изменяет, коалиция в Рижской Думе теперь практически, ну, за исключением там прогрессивных, она соответствует коалиции в правительстве. А что, они между собой как-то не общаются? Вот не могут поговорить, чтобы и больше Ригу не обижали? Вот я никак не могу понять вот эту игру странную. Ну, здесь даже я бы не сказала, что это игра. Не надо преувеличивать вообще и придавать какие-то особые, особое значение и, может быть, тайный смысл тому, что говорят наши чиновники или наш мэр Риги. Это просто непрофессионализм. Просто ему, наконец-то, некая тетя в каком-то департаменте, может быть, даже финансовом или в каком-то отделе, наконец-то сказала о том, как распределяется бюджет. И как формируется бюджет вообще, да? И как он формируется, из каких налогов, и сколько остается Риги, и сколько забирает государство. Но в свое время, я хочу напомнить, во времена предыдущего мэра, как раз правительство не то что пыталось, оно просто всеми силами старалось уменьшить этот процент, который останется Риге, потому что действительно Рига распределяла огромные средства в сравнении, конечно, с другими. И вот эту пропорцию, они изменили в конце концов, да? И, конечно же, у Риги теперь осталось меньше денег. И что? И что мы не знаем, что в любом, как в любом бизнесе маленьком, большом, так и в любом большом хозяйстве, которым является город Рига, что не нужно было посмотреть баланс, что не нужно было посмотреть, какие у нас могут быть будущие доходы и какие у нас есть риски, да? Они единственное, что сделали, действительно, как вы правильно сказали, что правительство у нас, это, правительство равно политически, равно Рижская дума, да? По представительству в самой думе. Конечно, они, когда формируют бюджет, они, конечно же, единственное, что они умеют, это повышать налоги, да? Единственное, как они умеют делать эту дойную корову уже истощенно дойной коровой, это просто облагать еще раз и еще раз налогами. И я хочу вам напомнить, что они хотели добавить денег именно Рижской думе. Давайте вспомним историю о повышении кадастровой стоимости на недвижимость. Когда был большой скандал, и, кстати говоря, я всем очень рекомендую посмотреть на домашней странице кадастрс.лв прогнозируемую кадастровую стоимость, которую никуда не делось, просто они немножко притормозили. То есть рано или поздно она будет, эта кадастровая стоимость? Да, конечно, она стоит на 23-й год, как прогнозируемый, с значительным увеличением. И теперь, наконец-то, мы знаем, что от кадастровой стоимости зависит налог, которым облагается недвижимость по всей Латвии. Но так и не решен вопрос с налогом на единственное жилье, которое вообще в Европе и у наших соседей, между прочим, например, в Эстонии, вообще отменено. Да, только обложения, еще большие поборы, таким образом они видят эффективность. Это, кстати, вопрос о том, почему мы так отстаем от Эстонии и Литвы. Ведь мы отстаем не только по экономическому развитию, мы отстаем и по тем социальным мерам, которые, в принципе, надо принимать, учитывая структуру нашего населения. Ведь, ну, не нужно быть тут математиком. Если пожилой человек-сеньор получает счет вот за коммунальные платежи около 300 евро, а у него примерно такая же пенсия, то спрашивается, может ли пожилой человек, если там, не знаю, детей нет или дети не в состоянии помочь оплатить этот счет? Ну, ведь это же, по-моему, очевидно. Я уже неоднократно слышала от наших чиновников, всевозможных разного ранга, предложение о том, что если пенсионер не может оплатить квартиру, которая кровью потом заработана, например, он живет в какой-то там двушке, ну, если он не может оплатить, пусть ее продаст и переедет в меньшую квартиру. Да, ну, так они уже сегодня неоднокомнатно оплатить. А лучше сразу в приют. Да, в приют, да. Ну, к сожалению, да. Это, кстати, о социальной политике ничего не меняется, но вот тоже самое интересное, ведь очень часто, когда это выгодно, конечно, политике и чиновники говорят нам такое слово, употребляя переводенное на русский язык, это звучит так, там, правовая определенность, ну, если скопали виба, да, или там правовая вообще, ну, такая вот предсказуемость, да, но вот когда нужно им принять те иные решения, уже об этом никто не говорит. Вот сегодня мы знаем, что Рижская дума начала дискуссию о том, а не запретить ли вообще движение вот частного автотранспорта по центру Риги или сделать его платным. Но я извиняюсь, у нас пока еще свободная продажа и покупка автомобилей, да, и люди исходят из того, что все-таки приехать в центр столицы, даже не просто там прогуляться, никто просто так по центру сейчас не гуляет, это очень дорого, я имею в виду, парковки, но чтобы решить какие-то проблемы в тех структурах, и школы у нас тут расположены, то есть я не очень понимаю, вот что происходит. Говоря о социальной защите, которая у нас в таком слабом состоянии, как на уровне городов, так и на уровне государства, говоря о целесообразности или удобстве для жителей определенного города, да, я уже не говорю в целом страны, конечно же мы видим и должны понимать, что, скажем, Рижская дума и рижские чиновники вообще этим никак не озабочены. Это та же тема о зеленой Европе. СО2, на это выделяются деньги, стоит просто делать анализы регулярные, да, с ужасом говорить о том, что, особенно в час пик, да, особенно в пробках, когда у нас есть ремонт дорог, или все засыпано снегом, да, и скапливаются машины, у нас искусственно создаются эти пробки, в этом месте замерять уровень СО2. И вот это загрязнение воздуха катастрофическое, да, у нас уже население уменьшилось в два раза за 30 лет, да. А все загрязнение воздуха, да. А мы все рассказываем о том, что у нас благосостояние растет, у нас же очень много машин, но это только, понимаете, это видимость только в центре Риги, так может показаться, что в час пик действительно есть какое-то скопление, потому что с одного района в другой переезжает. Да, это все равно, если возле СКАЯ увидишь люк с машины, и сказать, ну, мы теперь, как Швейцария уже, да, то, что это условно меньше 10% населения, об этом никто не говорит, говорит, ну, смотрите, ну, все, мы теперь уже, так сказать, да. Да. Вот. И суть-то в том, что просто они ищут возможности, чтобы использовать те деньги, которые Европа выделяет, в том числе уже выделены Риге, огромные деньги Рижскому самоуправлению, чтобы эти деньги освоить. А на другое-то они их не могут потратить. Они, например, снег убрать не могут за эти деньги. Они должны их потратить на зеленую Ригу. Значит, они должны что сделать? Кто вообще думает о рижанах? Ну, надо запретить ездить, надо... Запретить газовые котлы, вот сказали. Поплать на другие улицы, да, чтобы они там загрязнение воздуха организовывали, специальные пробки какие-то, им надо какие-то маршруты пролагать специальные. Потому что на это выделены средства, и их нужно осваивать. Да, ну вот если мы говорим, ведь больше всего понятно, что нас там, над нами давлеет пандемия, что это действительно никто такого не мог прогнозировать, нет опыта, многие другие стороны ошибаются. Это все мы делаем скидку, что называется, на ветер, это все понятно. Но вот все равно два года мы живем в этой пандемии, но мне кажется, что нужно было бы чему-то научиться. Вот если мы сейчас говорим, я никакой там не антиваксер, наоборот, за вакцинацию. Но иногда просто вот то, что ты слушаешь, вот эти решения или предложения правительства, ты никак не находишь в них никакой логики. Вот сейчас они говорят, что... Ну, они говорят, лейкинэпплцет есть, да, то есть давайте не будем лишний раз собираться. И при этом, как мы видим, все происходит, концерты происходят, постановки театральные. Я не против. И рост заболеваемости происходит. Да, но если мы говорим, что действительно омикрон настолько заразен, что он поражает всех без разбора, в том числе и вакцинированных, ну тогда мы как-то должны определиться, если у нас школа работает, где основной рассадник заболеваемости, как мы знаем, вчера об этом тоже было сказано, все массовые мероприятия, где люди сидят в замкнутом пространстве. То есть омикрон мы сами распространяем и при этом говорим, ну мы сейчас вас никого не пустим, если не будет третья бустерная вакцина. При этом уже тоже известно, ученые уже сказали, что он замечательно обходит третью вакцину, видимо четвертую, пятую и так далее. Но должна же быть какая-то последовательность. В результате люди просто делают вывод, ну те, кто обладает логическим мышлением, что мы просто закупили там 3 миллиона или 4 вакцин, и надо куда-то их деть. Перекладывание ответственности, я бы так это назвала. Мы просто наблюдаем в течение этих двух лет, вместо того, чтобы действительно эту безопасность эпидемиологическую обеспечивало нам государство, чтобы мы комфортно жили, чтобы у нас были бесплатные маски во всех общественных местах, которые можно было бы давать, выделять фурами, в сравнении со всем остальным, это ничего не стоит даже тем же большим торговым центром. Я уже не говорю о других каких-то публичных местах. Организация правильная в школе эпидемиологических защитных мер. У нас все перекладывается на учителей вместо этого. У нас учителя почему-то проводят тесты. Но это разве нормально? Неужели государство, имея огромные средства, которые они, к сожалению, уже неправильно перераспределили, не могло бы это нам все обеспечить? Конечно, могло бы, если бы они обладели этой профессией, которая называется государственное управление. Это такой менеджмент высокого уровня, которым, к сожалению, у нас не владеют. Но это же совершенно очевидно. И мы видим, что действительно мы готовы терпеть, мы готовы сидеть дома, не встречаться, не посещать мероприятия, ходить в масках, купленных за свои деньги. И сегодня нам уже рассказывают, что мы должны покупать более дорогие маски. А куда девать вот эти миллионы, которые закупили тканевые маски? Ну да, куда девать? Ну, сактируют, естественно. Как-то они, наверное, будут их уничтожать немножко. Может быть, все-таки дадут возможность кому-то там немножко попользоваться. Не знаю, как они это проконтролируют. Или вообще, что они будут делать. Может, продадут кому-нибудь. Сначала спишут, потом, может, продадут. Что я хочу сказать? Вакцинирование – это то же самое. По сути дела, призывы и то, что населению говорят, нужно вакцинироваться, конечно, они говорят нашим жителям, всем нам, давайте вы будете по-граждански ответственными людьми, и все вместе мы пройдем эту вакцинацию, чтобы у нас была лучшая защита. Но ведь результата нет. В медицине как были проблемы, так и остались. Но они же катастрофические, их же просто скрывают. Начиная от семейных врачей. Вот я не знаю, я вам, уважаемый Абик, просто предлагаю сделать отдельную передачу. Пусть люди вам позвонят и порассказывают вообще, как они общаются со своими семейными врачами. Особенно в период пандемии. Вот на днях появилась новость, что им страшно тяжело работать, потому что они наконец-то начали, многие из них, работать. Они просто получают деньги за то, что у них пациенты приписаны. И что у них не хватает прямо и помощника не найти, и не хватает времени. Да, в те годы, когда бесконечное количество этих пациентов, они от государства получают автоматически каждый месяц деньги, когда они просто получали пациенты месяцами, а то и годами не обращались к ним, было хорошо, комфортно. Сегодня, когда есть ситуация некая, когда надо не просто там сверх какие-то усилия, а просто работать, выполнять свои функции, свои обязанности семейного врача. Следить за пациентами, да. Я просто знаю вопиющие случаи, недавно случившиеся с моей одной знакомой, очень пожилым человеком, который семейный врач с тяжелыми диагнозами, человек заболел, привитый заболел ковидом, ее оставила дома, сказала, пей парацетамол, да, и даже ни разу не позвонила, и не узнала, какое ее состояние. Эти случаи можно перечислять бесконечно, да. Нет, ну, конечно, я не хочу, чтобы... Чудо от вакцины, чудо не случится. Это не панацея от всех бед, понимаете, вакцина. Вакцина от коронавируса не дает прививку от... Всех остальных заболеваний. Да, от непрофессионализма, да, от того, что наши чиновники боятся брать на себя ответственность, да, от того, что мы не делаем переформирование, что мы так и не решили вопрос этой армии чиновников, которые бесконечно едят деньги, и система абсолютно неуправляемая, эффективная. Это тоже очень... Да, я здесь должен сделать такую определенную ремарку, чтобы нас не обвинили в каком-то вот там привязанном отношении. Есть замечательные семейные врачи, и, что называется, действительно, мы шапку снимаем. Я бы, кстати, призвала... Я прошу прощения, что... Я бы призвала как раз показать, как надо работать. Почему мы этих хороших врачей как раз как пример не показываем, чтобы эти врачи, которые все время жалуются на то, что они сильно заняты или они бесконечно в отпусках, да, что тоже, я думаю, надо было бы на это обратить внимание соответствующим органам, да, чтобы это было правильным и таким позитивным примером. Ну, в этом же есть тоже проблема. А все начинается вообще с пандемией, пандемией в заболевании. Все начинается с семейного врача. Это абсолютно точно, да. Потому что есть некто... Человек, это семейный врач. Да, это некто семейный врач, к сожалению, да. Когда вы сказали, вот надо у людей спросить, как они общаются с семейным врачом, у меня такая ремарка только была. Сначала надо еще до него попытаться дозвониться для того, чтобы пообщаться. Это ведь тоже подвиг, да, потому что многим не удается ни до сестрички дозвониться, ни до семейного врача дозвониться. Потом, насколько я знаю, данные по позитивным тестам на ковид к врачам поступают с заметным опозданием через 2-3 дня. Потом, пока врач день на пятый звонит и узнает, заодно можно выяснить, вообще жив ли человек спустя 5 дней. Мы знаем, что, в принципе, особенно при случае дельты, который весьма тяжелый, что уже пятый день всяко может случиться, да. И все это, я хочу заметить, уже длится 2 года. То есть не вчера это началось. И, собственно, где результаты позитивные именно с точки зрения вот этой системы здравоохранения, системы управления? Да, но самое интересное, что какие-то вопросы, вот, казалось бы, вот министр, может быть, эта игра выясняет вот на этих открытых заседаниях правительства. Такой вот театр можно посмотреть. Правда, это, наверное, такой показательный пример, о чем вы сказали об отсутствии опыта государственного управления, когда один министр говорит о том, слушайте, это было как раз на последнем заседании правительства. Я тут посмотрел цифры. Мы опять последние. А почему? Ну, неужели нужно дождаться заседания правительства, чтобы вообще выяснить, почему мы опять всюду последние? Да, ну, можно же как-то решить этот вопрос, так сказать, до того. Ну, у нас неэффективная экономика, политика, экономическая политика у нас абсолютно неэффективная. Она построена только на завышении, повышении бесконечного налогообложения. Когда мы повышаем налоги, мы себя сравниваем с Западной Европой. Но я прошу прощения, где Западная Европа по уровню жизни, где мы? Где валовый национальный продукт любой западноевропейской страны? Где, извините, Латвия? Конечно, нам нужно было перенимать опыт. Мы, кстати, это очень любим, но как-то плохо у нас получается. Надо было, конечно, позитивный опыт, в первую очередь, Эстонии. И, безусловно, также и Литвы брать. Но это несет за собой, конечно же, такой какой-то длительный период, в который мы должны вести к какому-то результату. А у нас что? У нас пустые слова о том, что у нас будут инновации, что у нас будут новые предприятия инновативные. При полном непонимании, какая катастрофическая ситуация происходит с простым-то бизнесом. У нас и простой-то бизнес вообще выжить не может. И действительно, люди опять начнут голосовать ногами, как это было уже во время экономического кризиса 2008 года. И, конечно же, будут уезжать. А что им делать остается? Оплачивать счета безумные и налоги, чтобы кормить опять госаппарат? И без возможности заработать деньги. Да. Ну вот тоже интересно, может быть, этот вопрос такой больше концептуальный, к вам, как юристу в том числе. Вот, ну, наверное, может быть, с приходом к власти, если так можно сказать, президента Левицы этот вопрос возник. Он, кстати, постоянно витает в воздухе. И вот возникает такой вопрос чисто юридический. Или, может быть, действительно, вот Конституция в части вообще полномочий, распределения полномочий между президентом, парламентом и правительством надо пересмотреть. Или это все-таки проблема самого Левицы, то есть тех полномочий, которые в Конституции имеются у президента, их, в принципе, хватает. Вот ваш взгляд на это? По моему глубокому убеждению, парламентаризм – это архаичная и плохо работающая система вообще управления. Это мое глубокое убеждение. Минимум, если мы используем парламентскую республику, это должен быть смешанный тип, когда хотя бы президент страны должен быть не назначенный теми же ста депутатами, которых избрали по партийной принадлежности. Это должен быть народный избранник, то есть народный избранный президент. Конечно же, тогда это работает эффективнее. Литва, например, мы видим, что они пошли по этому пути. Я не буду говорить и упоминать, перечислять все другие страны, в которых по такому же принципу президент избирается народом. Тогда есть контроль, конечно же, над, ну, в своем роде, да, и взаимосвязь правильно выстраивается с парламентом, и в том числе с кабинетом министров и так далее. Я хочу сказать, что, в принципе, общество-то давно готово к тому, чтобы у нас был народный избранный президент. У нас не готовы те, кто руками, ногами и уже теперь зубами держатся за свои кресла и не хотят ничего менять в этом государственном устройстве. Хотя это не такие существенные изменения, да, всего лишь навсего был бы настоящий лидер нации. А что в этом плохого, я не могу понять до сих пор. Да, никто же не говорит о том, что это какое-то движение к авторитарному правлению, к диктатуре, да. Просто это был бы не назначенец, как у нас обычно принято, да, что мы все время назначаем кого-нибудь своего, да, одного или другого. И у нас это вообще превращается в формальность. Но только если у нас есть какие-то действительно личные качества у человека, у президента назначены, тогда он может проявлять, конечно, их как-то и на международной арене, и внутри государства более эффективно. Но на самом деле, действительно, эти полномочия ограничены. Но этим и отличается парламентская республика, что президент имеет такую репрезентативную функцию, которая, на самом деле, в 21 веке уже не имеет такого значения. Если раньше мы запрягали лошадей, потом мы, значит, ездили на поезде по разным странам, потом мы стали летать на самолете, сегодня мы можем посещать разные страны и делать официальные встречи виртуально, да. Мы можем проводить конференции, мы можем делать саммиты и так далее, и так далее. Сегодня все это вообще изменилось, мир изменился, а люди, и то поколение, которое все-таки поколение 20 века, оно не хочет принимать эти новые условия. Это, кстати, хорошее замечание. Вот интересно, если мы говорим о 20-21 веке, и вот я помню 90-е годы, когда у нас на выборах в парламент. Ирина? Да-да, я здесь. А, да-да-да, что-то у нас просто картинка чуть зависла. Да, так вот, 90-е годы, когда были вот выборы в парламент, ну, все им в Латвии, мы помним, что было 18, 19, даже 20 списков, да. И, казалось бы, ну, такой громадный выбор. Я к чему веду? Вот сейчас уже можно прогнозировать, что эти выборы, которые у нас ожидаются в первые субботы октября этого года, они тоже будут вот с очень богатым выбором. 18, 19 партий. Посмотрите, сколько новых, ну, условно новых политических сил создано. И, казалось бы, можно сказать, ну, вот он, расцвет демократии. Вот такой выбор, что даже вот на все цвета, на все вкусы, пожалуйста, с одной стороны. С другой стороны, знаете, как говорят маркетологи, что если, там, не знаю, у тебя, там, выбор из 10 порошков, это хорошо, там, 12, но если это 120, да, то человек просто растеряется, он ничего не купит, да. Вот не хотелось бы все это так упрощать, но, тем не менее, всегда ли хорошо, что вот когда вот такой выбор 19, 20 партий, растаскиваются голоса и вообще в результате парламент становится совершенно такой, вот, ну, как говорят, рыхлый, раздробленный и так далее. Открою политологическую тайну. Да. Когда есть огромный выбор и раздробленность такая, это очень выгодно власть придержащим. И тем крупным партиям, которые годами сидят в сейме, будь то оппозиция, будь то оппозиция, и ничего не меняется. Так и низкая явка им тоже выгодна, исходя из этого, да? Безусловно, кстати говоря, это тоже как-то отвращает людей от того, что они хотят идти на выборы. И здесь единственная возможность победить, да, или хотя бы, ну, как-то, хотя бы минимальным количеством депутатов, да, хотя бы пять плюс, да, пройти в сейм, это делать объединение. Я хочу призвать все эти маленькие партии, чтобы они все-таки оставили свои амбиции где-нибудь, даже те, которые более активные лидеры, те, которые не очень активны, и подумали о том, что им нужно для выхода на выборы объединиться. Иначе это все закончится самопиаром, и мы будем в следующие четыре года жить при точно таком же правительстве, я имею в виду в политическом смысле в его составе. Да, поскольку мы подводим итоги недели, не хочется, конечно, уходить сразу, знаете, так сказать, от Рижской думы до мировой политики, но тем не менее, понятно, что людей не может не заботить та ситуация напряженная, да, которая складывается в мире, потому что, в конце концов, ну, Латвия, с учетом ее вот географического положения, очень близко к эпицентру событий, не дай бог, возможного конфликта. Я, может быть, задам такой вопрос, такой даже с юридической точки зрения. Мы видим, что на этой неделе прошли переговоры, да, вот в трех форматах. Соединенные Штаты, Россия, Россия, НАТО, Россия, ОБСЕ. Ну, если Россия, ОБСЕ, это такие были формальные дискуссии, да, такой обмен мнениями, то все-таки, что касается вот переговоров между Россией, Соединенные Штаты и Россией, НАТО, там был предмет. Два проекта договора, которые Россия представила, да, понятно, что у нас в оставшееся время мы не будем все эти пункты обсуждать, это, наверное, отдельная дискуссия с политологами, но вот чисто юридически, вот когда ведутся переговоры, неважно, между государствами, между юридическими какими-то лицами, компаниями, ты предлагаешь один документ, если ты с ним не согласен, ты вносишь следующий документ, свой встречный, и тогда есть попытки какой-то достичь какого-то компромисса, да. Здесь такое ощущение, что, не ощущение, это мы видели, то есть Россия представила свой проект, на что там Соединенные Штаты и НАТО сказали, очень хорошо, что его представили, и начало его, так сказать, постепенно рвать на кусочки, так, ну, образно говоря, не представив ничего другое. И тогда возникает вопрос, это что, имитация переговорного процесса или все обе стороны играют, понимая, что вот этот проект никогда не может быть поддержан, да, вот, ну, почему же встречные предложения не сделаны? Ну, хорошо, с этим мы, проектом, не согласны, вот наш альтернативный вариант. Здесь же используется метод подчинения, и вся игра заключается в том, кто окажется сильнее, да, кто победит в этой схватке, и кто будет главный, да, одна или другая сторона поступит таким или другим образом, и тогда только методом силы, она, я не имею в виду, не боюсь, какую-то военную силу, я имею в виду силу переговоров, то есть по своей позиции, да, тогда только возможен будет какой-то компромисс, да, и именно поэтому и одна, и другая сторона делает, оказывает огромное давление, да, и действительно проводит определенные мероприятия, чтобы усилить это давление и добиться какого-то только своего результата. По моему субъективному мнению, я, может быть, небольшой знаток в геополитике, но мне это видится еще большим усугублением ситуации, и ее уже давно называют политологи холодной войной, и я думаю, что эта позиция, ну, скажем, не знаю, могу ли я сказать, что это обеим сторонам, ну, уж какой-то стороне точно выгодно, да, и вообще очень удобно объединяться против кого-то. Я думаю, что в этом смысле обе стороны поступают в некотором смысле даже зеркально, я бы сказала, да, и здесь, конечно, вот есть силы дипломатии, когда действительно мы путем компромиссов при привлечении каких-то, может быть, других стран, да, или каких-то других событий мы пытаемся найти, прийти к общему знаменателю, да, но, не дай бог, это действительно какой-то конфликт, как у нас это было страшное время во время Второй мировой войны, да, когда была создана коалиция, чтобы победить это зло, да, и все-таки нашли компромисс, несмотря на ненависть к Советскому Союзу, к большевикам и так далее, и так далее. Сегодня, конечно, геополитически более сложные процессы происходят, да, и это противостояние, оно, конечно, не будет ослаблено. Самое главное, это принудить какую-то из сторон поступить так, как хочется другой, да, и здесь, конечно, ну, тяжелая ситуация, я думаю, конечно, пока она никакому результату глубокому, к сожалению, не приведет и никакой договор не будет заключен. Все закончится, наверное, тем, что будут говорить, что попытка же была, она же тоже засчитывается. Да, нет, я к чему говорю, потому что даже если абстрагироваться, не дай бог, каких-то военных составляющих, да, ведь, понятно, нас то интересует. Нас интересует, чтобы Латвия развивалась экономически, вот это то, о чем мы говорили в предыдущие 40 минут, что самое главное, да, чтобы тогда можно рассчитывать при правильных решениях, конечно, правительство на какой-то рост благосостояния, и чтобы не было больше такой ситуации, и вообще, в принципе, мы ведь на 30-м году независимости, вот сейчас баррикады вспоминают, да, в 31-м, мы дожили до такой степени, что коммунальные счета выше пенсии, но это, я извиняюсь, это в стране Европейского Союза, мы сейчас не говорим о Конгое или Зимбабве, да, вот, там, правда, нет отопления, но неважно, да, и ясно дело, что инвесторы, когда они увидят, что, слушайте, здесь вообще назревает такая заварушка, зачем же я в этот регион нестабильный, буду вкладывать деньги, ведь это тоже последствия, правильно, вот этих конфликтов, таких межгосударственных? Об инвестировании каком-то глобальном, существенном сегодня вообще речи не может быть в Латвии, в Латвии экономическая политика такова, что ни одному здравомыслящему инвестору вообще в голову не придет, я имею в виду вкладывать деньги в средства производства, развивать здесь какую-то современную промышленность и, кстати говоря, инновации. Единственное, куда будут готовы инвестировать, вероятно, какие-то инвесторы, возможно, это наша система кредитования, да, то есть это наши коммерческие банки и так далее. Вот какая-то перекупка банков, либо увеличение капитала, либо инвестиционных портфелей, да, оно еще возможно, но это, поверьте мне, вообще никак не связано с тем, что происходит внутри Латвии, как никогда коммерческие банки сильно не были связаны, а только доводили до кризиса нашу страну всеми своими силами, да, еще раньше, чем это было сделано во всем мире, да, в свое время. Так вот, я хочу сказать, что, конечно, нам надо рассчитывать только на себя, верить в то, что у нас будет какой-то глобальный проект, он не возникает сегодня на пустом месте. Мы, конечно, должны все-таки посмотреть на успех Эстонии, которые действительно целенаправленно занимались этим много лет и сегодня достигли ошеломительных результатов по развитию экономики, инновациям настоящим и так далее. Но эти инновации на пустом месте не рождаются. Они рождаются от правильного управления, они рождаются от благоприятной экономической политики и более того, я хочу сказать, социальная защита должна существовать. Если любой гражданин, любой житель Латвии не чувствует себя защищенным в стране, он не будет ни зарабатывать большие деньги, ни вкладывать. Сегодня у нас весь бизнес сводится к тому, те, кто им занимаются, что люди просто выживают. По сути, у нас бизнес превратился в получение прожиточного минимума, а никакой не бизнес. То есть у нас концепция, что бизнес, который должен приносить прибыль, это классическое определение, у нас превратился просто в возможность создать какое-нибудь, я не знаю, производство варенья домашнего или березового сока собирания и так далее. Или мы делаем какое-то мыло, или мы что-то вяжем, чтобы просто выжить. И мы регистрируем фирму, и все говорят, у нас же малый бизнес существует. Ну какой, простите, это бизнес? Это просто люди, которые пытаются получить себе минимальную зарплату. Чтобы не надо было обращаться за пособием. Конечно. Да, ну в общем, много вопросов мы подняли, много проблем. К сожалению, вот от эфира к эфиру мало у нас оптимизма. Ну что ж, будем надеяться, что может быть, когда наконец пандемия нас оставит, ну как-то возьмутся за ум наши власти мущие. Хотелось бы в это верить. Елена Цветкова у нас была на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо вам. Всего доброго.